я приветствую вас дорогие наши зрители подписчики и спонсоры канала подписчиков у нас уже практически 10000 я думаю что настало время нам с вами познакомиться для этого я и решил записать это видео обращение к вам рассказать о том как был задуманный и построен этот проект хабакама онлайн камеры хабаровска основателям и соучредителем которого я являюсь это у нас в 2017 году такая идея пришла в голову где-то примерно с апреля по август месяц проект был построен были установлены 12 онлайн камер на центральных площадях города почему именно на площадях потому что пришла в голову такая мысль что ну на площадях всегда что-то происходит какие-то события праздники разные мероприятия и людям всегда будет интересно это посмотреть ну и не только хабаровчанам которые не могут побывать на площади на каком-то мероприятии но и в основном другим жителям россии может быть даже зарубежья будет интересно что у нас в хабаровске происходит на площадях конечно же мне все говорили что это никому не интересно мы не шинхай не гонконг там не нью-йорк эти камеры никто смотреть не будет но тем не менее такая идея в голове у меня возникла и я решил ее реализовать в проекте мы значит собрались частными деньгами то есть я и три соучредителя нас всего четыре человека кто скинулись по сути личными деньгами от каждого какие-то средства и способности я вот этими руками камеры ставил настраивал и так далее то есть подключились к нам еще две частных компаний это торговый дом планета безопасности которые нам спонсировали основную часть камер айпи камера наблюдения и сейчас парни респект вам если какие-то нужно где-то поставить камеры то естественно где их можно взять только в торговом доме планета безопасности где у нас максимальный выбор всего любого оборудования связанного с видеонаблюдением контролем доступа и так далее ну вот это компания лантек которая нам выделила на для этого проекта другое оборудование часть значит там сетевое к некоторые коммутаторы апсы шкафы для размещения оборудования на узлах часть оборудования мы купили на которых построили мосты каналы связи для того чтобы передавать изображение с этих камер и в итоге за эти три года которые мы уже содержим этот проект по сути он такой на благотворительные прибыли он естественно никакой не приносит по сути проект затратный вот но тем не менее социальную нагрузку он несет то есть за эти три года десятки обращения граждан гибдд о том что нет ли у вас видеозаписи там за такое число или за такое число дтп произошло там на том перекрестке на этом перекрестке примыкающим к площадям которые попали в ракурс наших камер а также какие-то правонарушения попали в ракурс наших камер и мы предоставляем видео которое помогает в установлении истины по делу там административному или там какому-то даже может уголовному происшедшему в ра в ракурсе наших камер вот поэтому как бы за вот этот промежуток времени наш проект доказал свою социальную нагрузку значимость важность и полезность общества вот ну а финансовая сторона дела я думаю она со временем все равно каким-то образом какую-то часть средств мы сможем заработать на этом проекте потому что в свете вот разных событий мы у нас трансляции некоторые покупают какие-то небольшие деньги мы уже начали зарабатывать это очень хорошо вот последние события которые у нас в хабаровске сейчас происходят на площадях большое количество людей подключается к просмотру мероприятий вот этих которые на площади у нас происходят и до нас доходят слухи о том что якобы камеры у нас показывает в записи вот о том что значит проекты мы какой-то значит от кого-то зависимый вот я хочу вам официально сейчас пользуясь случаем заявить что мы совершенно частный проект мы на этот проект скинулись совершенно собственными деньгами и нам не дал денег никто ни одного железного рубля с орлом на обратной стороне не мэр не губернатор в семнадцатом году это был шпорт и сладкие денежные шпортовские времена как-то они прошли мимо нас стороной на вот и мы все построили за свой счет не тем более федералы нам денег никто не дал и я сейчас к этому моменту хочу вам определенно сказать что я даже рад что нам никто не дал денег мы теперь абсолютно независимый проект мы зарегистрировали средства массовой информации мы теперь официальная сми и мы совершенно независимая сми мы можем публиковать и размещать показывать абсолютно любую информацию которую мы посчитаем нужным наша редакция и совет редакционный наш совет который посчитает нужным ну вот мы можем разместить любую соответствующую информацию и как бы в этом наше преимущество мы не только показываем объективную ситуацию с центральных площадей нашего города но и репортажи которые мы учимся делать скажем так у нас есть определенные комплекты репортерского оборудования камеры микрофоны петлички брендированные ветрозащиты там и так далее связи спутниковая и мы пытаемся научиться делать какие-то интервью какие-то репортажи уличные с улиц я думаю что мы научимся как бы наши репортажи будут интересны людям поэтому я думаю что самое главное в нашем проекте это наша независимость поэтому информацию о том что у нас какие-то камеры показывают в записи ну вот я вам основательно утверждаю сам как инженер что айпи камеры которые транслируют потоки напрямую на youtube они мы не можем даже физически подставить туда запись или каким-то образом в течение суток эту запись включать потом выключать и опять включать прямую трансляцию с камер у нас просто нет на это технической возможности на что касается площади ленина то ракурс который выходит у нас на площадь ленина и мероприятия которые происходят к примеру там в части этого ракурса закрытые деревьями и люди как бы не видят что там происходит это мы не можем за это не как-то ручаться это уже как камера смотрит на площадь так она и смотрит и если вы кто-то думает что вы это запись достаточно посмотреть ее день два три четыре они пять минут и понять что камера ведет прямую трансляцию можно даже например кого-то попросить на улицу выйти помахать рукой с площади по телефону позвоните и вы увидите что это прямая трансляция поэтому дорогие друзья наши подписчики просто зрители наши спонсоры мы очень рады что наш проект становится вам интересен мы в дальнейшем будем наш проект развивать прикладывать все усилия к тому чтобы сохранять во первых свою независимость ни от каких властей развивать этот проект а наполнять его какой-то интересной информацией вот сейчас мы планируем усовершенствовать свое оборудование профессиональным выездным онлайн стримером когда у нас будет многоканальная связь и трансляции с улиц будут качественными использовать несколько каналов сотовой связи в том числе и спутниковую связь и мы сможем проводить выездные репортажи даже с тех мест где нету даже сотовой связи скоро мы научимся делать такие такие репортажи также я хочу вам сказать что по результатам ну по итогу скажем так вот всех мероприятий которые с 11 июля проходили в хабаровске шествий митингов и прочие которые попали в ракурс наших камер мы готовим цикл видеосюжетов который будет называться ну например хабаровска хроника протестных событий и мы выложим на нашем канале объективные видеозаписи с наших камер по каждому дню как проходила колонна где сколько было людей по этап на по каждому дню в основном там но скажем так с акцентом на субботы воскресенья когда было большее количество людей вы сами все объективно увидите с разных ракурсов с площади славы с комсомольской площади с площади ленина когда сколько людей проходила чтобы не было никаких кривотолков на вот что когда-то больше когда-то меньше там вышли не вышли с воздуха всегда все виднее и у нас на камерах есть дата время там все прекрасно видно вот поэтому дорогие наши зрители подписчики спонсоры канала поддерживайте нас подписывайтесь ставьте пальцы вверх у нас есть номер телефона верили редакционный ватсап пожалуйста вот по любому поводу вы можете нам написать это телефон 8 3 9 0 8 8 42 42 он у нас указан и в описании к каждому видео и в описании на канале вы можете если у вас какие то есть вопросы какие то комментарии вы всегда можете обратиться к нам напрямую на этот телефон написать какое-то свое пожелание какое-то свое замечание по работе нашего канала какую какое-то предложение там рецензию все что хотите пишите мы обязательно вам ответим на ваше конструктивное какое-то вот сообщение ну да маты там конечно писать не надо там ругать мы такие сякие вы пишите какое-то конкретное замечание указывайте там даты например которые вы видели вот на камерах там дата время но мы обязательно обязательно рассматриваем каждое ваше обращение пусть не в ближайший там час скажем так оперативно но в течение там суток скажем так двое мы обязательно отсматриваем информацию которая поступает на наш редакционный ватсап и на нее стараемся всегда отвечать чтобы был была какая-то обратная связь между нами нашим сообществом у нас уже скажем так из десяти тысяч подписчиков каждый десятый поставил колокольчик все оповещения то есть тысяча человек я считаю это уже как бы некое наше такое вот маленькая но начальное сообщество которое которым интересно что происходит на камера в хабаровске может быть интересно какие-то наши сюжеты мы вот пытаемся также заниматься дублированием фильмов о космонавтике с английского языка на русский я лично перевожу и записываю в студии вот здесь вот в нашей дубль дубляж на своим голосом на русский язык мы смотрим каких фильмов нет на русском языке и дублируем их на русский язык сейчас это пока небольшие такие фильмы там по 5-8 минут конечно же потому что она тяжело к не просто это все это дело переводить я думаю что дальше мы сможем более длинные фильмы переводить который будет вам также интересно посмотреть может быть это будут какие-то фильмы еще или видео какие-то технологиях каких-то интересных научно-популярных событиях которых в нет в русскоязычном пространстве и мы с английского языка обязательно это на русский переведем дублируем и купили для этого хорошие студийные микрофоны как бы я думаю что должны эти вот наши дубляжи уже несколько есть фильмов на канале пожалуйста там посмотрите это такой скажем так начальный уровень но думаю это будет интересно космосе технологиях что-то там еще может быть о какой-то медицине в космосе каких-то медицинских экспериментах которые проходят на международной космической станции также мы сейчас оформляем в роскосмосе разрешение наше взаимодействие по космодрому восточный мы намерены проводить там оттуда онлайн трансляции запусков космических ракет и выезжать туда вместе брать с собой там одного-двух студентов из хабаровска любого вуза техникума мы уже скоро я опубликую видос о том что мы проводим конкурс на первый выезд вот у нас должны были состояться четыре запуска по программе one web апрель май июнь июль но они не состоялись потому что компания one web там они на грани банкротства и отменились эти запуски дмитрий рогозин выступал по этому поводу что на космодроме восточный уже ну соответственно все согласно контракту и плану были собраны соответствующие ракетоносители блоки все идет штатная подготовка к этим запускам но запуске отменились соответственно есть проблемы и как я посмотрел по последней информации эти запуски вроде бы как на зимний период перенесены не совсем отменены а перенесены там по моему ноябрь декабрь и я более точно посмотрю уточню когда точно хватит ли у нас времени все согласовать для того чтобы выехать на космодром попасть в закрытую зону есть две закрытых зоны это общая первая зона где желая и где находится комплексы определенные и уже запретная зона где находится район стартовой площадки и мы и в ту и в ту зону планируем получить разрешение чтобы мы могли присутствовать и на самой стартовой площадке номер один и смотреть на запуск ракеты как раз вот именно с этого самого старта поэтому я думаю что студентам будет очень интересно с нами выехать посмотреть и своими глазами на запуска ракеты вот это у нас такой да дальше план есть такое мероприятие которые мы планируем осуществить в ближайшее время но вот основная наша скажем так работа вот по камерам которые на площадях установлены с работают смотрят и несутся скажем так вот эту вот социальную нагрузку поэтому я думаю что проект мы будем развивать оставайтесь с нами друзья подписывайтесь на наш канал мы скажем так пытаемся организовать сообщество наше кому будет на с нашим каналом интересно у нас уже появились первые спонсоры скажем так которые какую-то сумму ежемесячно готовы потратить на нашу работу чтобы разве наш канал развивался потому что мы не берем рекламной интеграции мы не берем никакие гранты от правительства и субсидии у нас никаких нету мы не получаем от правительства ни от какой-либо власти какого-то уровня регионального или федерального или от муниципалитетов никакие гранты никакие субсидии мы абсолютно независимы то есть мы можем жить и развиваться только лично за свой счет либо за вашу помощь друзья это реально вы можете помочь развитию проекта каждые каждые 25 рублей в месяц которые вот минимальная наша сумма спонсорство взносов на канале они реально нам помогают закупки оборудования то есть у нас я буду делать ежемесячные как бы мы начали делать во вкладке сообщества мы можем общаться то есть во вкладке сообщества на канале я выкладываю какую-то оперативную информацию вы можете не только телефон и ватсап наш писать вот этот 8 800 8 3 9 0 8 8 42 42 не только на этот наш телефон обращаться но и заходить во вкладку сообщества видеть там наше объявление что мы там опубликуем в том числе какие-то финансовые отчеты мы там публикуем сколько мы трансляции продали сколько мы по копирайту на увидели ворованный из наших онлайн камер контент и сколько мы от спонсоров получили то есть какие-то вот эти вот финансовые поступления каким образом они нам помогают в закупке оборудования и развития канала поэтому только за ваша помощь дорогие друзья нам помогает оставаться независимыми я очень рад что количество подписчиков у нас пошло в рост что у нас уже тысячи человек поставили колокольчик все со все оповещения это вот каждый десятый из десяти тысяч тысяч человек нас смотрит все на все наши сюжеты спасибо вам большое и оставайтесь с нами ставьте пальцы вверх подписывайтесь на наш канал мы будем развиваться спасибо вам большое